Мама неправильно сделала, конечно, что сказала это на общественность, она неправильные слова выбрала. Ну, просто повезло. Он тем более не профессиональный музыкант. Это удача просто, какая-то удача. Попал и все. Поменял просто ритм, стилистику, это все делается на компьютере. Ну, я считаю, что это вообще в целом было все неправильно. Я это ей сказал, но она имеет право на свое мнение. Вы имеете право на свое мнение, которое вы выражаете. И это нормально, когда женщина за 60 не понимает современную клубную музыку. Это нормально, так было всегда. И наши родители всегда говорили, что ты слушаешь, что это такое, это не музыка. И мы когда-нибудь тоже перестанем понимать новые течения. Я уже, честно, не понимаю какие-то новые веяния музыки. Но это нормально, это круговой род жизни. И они в этом не виноваты, в том, что они не понимают. Потому что в их время все было иначе. Они люди другой, уже ушедшей эпохи. Их учили по-другому. Им объясняли все по-другому. У них были другие стандарты, другие кумиры и абсолютно другой мир вокруг. И то, что они не успели адаптироваться к сегодняшнему дню, это, конечно, не их вина. Просто мир изменился. И невозможно всегда быть в курсе всех событий, держать руку на пульсе. В любом случае каждый человек где-то останавливает свой выбор. И то, что она не понимает эту музыку, это нормально. Я вам честно скажу, друзья, она и мое творчество не до конца понимает. И мои песни она тоже, как сказать, ну не понимает и все. И в этом нету ничего плохого. Это ее вкус, это ее взгляд. И она, опять же повторюсь, она имеет на него полное право. В целом я, честно, опять же, сожалею, что такая ситуация случилась. Если вам нужны какие-то извинения, хоть я и ни при чем здесь, но от лица семьи, как старший мужчина в доме, я могу это сделать. Я могу извиниться перед всеми, кто, возможно, посчитал это все слишком драматичным. Если это задело чьи-то чувства, чье-то сердце, то от лица семьи я извиняюсь. Без проблем. Я могу взять ответственность семьи на себя. Но то, что вы пишете, оно уже переходит границы, честно. Так как, во-первых, после ее слов, как вы думаете, что-нибудь вообще плохое случилось? Как вы думаете, Иманбеку стало плохо от этого? Или его популярность, может быть, уменьшилась? Да нет, по-моему, как раз-таки наоборот, в каком-то смысле. Ничего плохого после этих слов не было, чтобы проклинать человека. Чтобы желать ему смерти. Чтобы обещать ему организовать его смерть. В целом, это ту матч, друзья. Честно. Вы сами знаете, что происходит сейчас вокруг. И этот конфликт точно не заслуживает того уровня хейта, который есть в сети. Для тех, кто не в курсе, можете почитать комментарии. Там достаточно разных слов. И нужно понимать, что самое главное, ничего плохого с этого не было. Я в этом уже говорил, но повторюсь. И сказанных слов, конечно, не вернуть. Конечно, все уже вылетело. И все уже все знают. Но я не пытаюсь как-то переинать слова. Я просто пытаюсь донести вам, что нужно понимать меру. Можно быть не согласным с мнением, но оскорблять лично человека. Материть его. Желать смерти его потомкам, детям, которые тоже ни при чем. Это ту матч, друзья. Честно. Это пора останавливать. И так, наверное, ну, как сказать. В целом, очень большое количество журналистов показало свое истинное лицо. И очень хорошо на этом хайпануло. Делало специально дополнительные посты, еще что-то. И они вами воспользовались, друзья. Они пользовались вашим хейтом, вашей энергией, вашими комментариями, чтобы поднять свою статистику, свои цифры и все. Им абсолютно наплевать на чувства Розы Рэмбаевой, на мои чувства. Ну, ладно, я тут причем. На чувства Еманбека, на ваши чувства. Им абсолютно наплевать. Они просто на этом хайпуют. И в этом плане это, конечно, еще и медвежья услуга самому Еманбеку. Почему? Потому что есть и сторонние люди, которые вообще, в принципе, до лампочки, до этого конфликта и до нас всех. Но они оказались невольными свидетелями. И у них может сложиться неправильное впечатление о его аудитории. У него не такая аудитория. Она знает себе границы. И я надеюсь, что не будет сделано неправильных выводов по этому поводу. Я, конечно, бесконечно благодарен тем, кто мне выражает какие-то слова поддержки, связывается со мной лично. Еще что-то. Но ведь ничего плохого на самом деле не случилось. Никто не умер. Никто не прокалечился. Да и вообще-то все нормально на самом деле. И, конечно, есть те медийные люди, которые встали на нашу защиту. На защиту именно мамы, в первую очередь. И выражало свое мнение. Я за это, конечно, благодарен. Но в целом ничего страшного не случилось. Это самое главное. Все целы и здоровы. И знаете, что сделали бы, наверное, по этому поводу продюсеры, там, не знаю, российские или зарубежные? Они бы договорились друг с другом и, наверное, выпустили бы фит. Роза Рэмбаева, фит и Мандек там, да? И еще и на этом бы сделали себе какие-то деньги, там, какой-то трафик. Но это просто мысли вслух. Я просто не хочу на этом хайповать, честно, друзья. Я не хочу давать на эту тему какие-то интервью, какие-то еще что-то вещи. Поэтому это дело здесь, на своей странице. И я надеюсь, что достаточное количество людей посмотрит это видео. И если хоть один человек поменяет свое мнение, по крайней мере, что-то для себя поймет, то, значит, это все сделано не зря. Повторюсь, я не согласен с ее мнением. Но она на него имеет полное право. Это дело вкуса и только. Я не понимаю, при чем здесь я. Но, коль уж так случилось, я готов найти ответственность за то, что я не делал. Но, тем не менее, я рад за Инна Бека. Я считаю, что он достоин абсолютно. Я думаю, что его победа все еще впереди. Я в это верю и надеюсь. И хочу, чтобы все у него получалось наилучшим образом. И давайте уже, наверное, ставить точку в этом конфликте. Наверное, уже идти дальше, жить дальше. Потому что вокруг и так очень много тем и проблем, на которые действительно надо обратить внимание. Которые действительно требуют огласки и решения. Ну, вы сами и без меня понимаете, что творится вокруг. А эта тема, мне кажется, уже сама себя изжила. Честно. Прошло несколько дней. И надо просто идти дальше. Сам Иманбек, кстати, дал комментарий. Я тоже его видел. И абсолютно правильно, я считаю, отреагировал. Он не позволил себе каких-то высказываний, каких-то оскорблений. Потому что у него все в порядке с воспитанием, во-первых. Во-вторых, с интеллектом. И эта желчь, мне кажется, уже должна саму себя съесть. Пора ей дать сделать самоуничтожение. Поэтому, друзья, я надеюсь, что я донес, да, вас я уже охрип немножко, пока говорил. Что на этом мы все-таки закончим эту всю историю. И я надеюсь, что вы правильно, даже если будете вырывать с контекста мои слова, я надеюсь, что они дойдут правильно. До всех. Как-то так. Добавить мне больше, наверное, нечего на данный момент. Еще много очень мыслей хочется сказать. Но я думаю, самое главное я уже сказал. Всем мира, всем удачи, всем успехов. И пусть все у всех будет хорошо. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!